Дух Средневековья Дух Средневековых зданий в городе практически нет Если бы не автомобили на улицах и фонари стилизованные, но тем не менее электрические Было бы полное впечатление, что мы находимся в древнем средневековом городе Ну, пойду дальше Я обязательно включусь, когда дойду до стены В Германии не перестает удивлять своими удивительными вещами Вот такой вот маленький домик мы нашли Расположенный в щели между двумя домами Причем это совершенно реальный дом У него есть номер У него есть почтовый ящик С хозяином дома можно поговорить по домофону То есть там явно кто-то живет И про него написано, что это старинный узкий дом Сейчас это плохо видно, но тем не менее Это правда И в нем живут люди Вот так вот Честно живут Европа Даже кусочек настоящей черепичной крыши Такой кун тыква В немецком городе Нодленген Оставайтесь с нами Зимнее солнышко стало проступать Впереди видны въездные ворота в город Башни Мы находимся в старинном городе Нодленген По нему ездят вполне современные машины И мы хотим продолжить наше путешествие Посетив мельницы Правда они сейчас закрыты, зима Но тем не менее Здесь есть колесные мельницы Здесь есть музеи Очень интересные Вот такой город Нодленген Германия богата еще такими Старинными городками Сказочными И прекрасными Надо сказать, что в городе достаточно затруднительные Обстоят дела со стоянками для машин Строился в ту эпоху, когда были Еще не было и речи о народных гаражах И основная забота городского совета была о том Чтобы сделать нужное количество коновязей Для того, чтобы люди могли привязывать Своих боевых коней И так далее Поэтому город-то старинный Средневековый А так как наш конь Его уже так просто никуда не привяжешь Нам пришлось воспользоваться стоянкой Дело в том, что в городе можно и бесплатно стоять машину Для туриста сделана такая услуга Но для того, чтобы получить ее Нужно прийти в инфо-центр И получить там талончик Мы слегка опоздали А почему-то в выходные дни фото-центр не работает И нам пришлось Мы не смогли получить дайванный талончик Поэтому поставить машину мы нигде не смогли И нам пришлось воспользоваться стоянкой машин Вот она парковка подземная Достаточно щадящий прайс Сейчас мы пойдем внутрь, заберем свою машину И поедем дальше Норлинген, фотодороги.ру оставьте Мы совершаем объезд вокруг города За деревьями видно Некоторые строения Сейчас попробуем подъехать Еще одним воротом снаружи Город исторически, конечно же, обстраивался Что вполне закономерно Потому что люди же в нем жили все это время Новые строения возникали Но, тем не менее, он сохранил свою самобытность И свою такую вот Совершенно необычную конфигурацию Сейчас мы попробуем заехать Через другие ворота Вот они ворота, через которые можно въехать Опять начинается 30-километровая зона Сейчас мы заедем в него Если, конечно, встречных нет Потому что у них приоритетов нет И мы заезжаем в город Вот прекрасный такой город интересный Опять в центре видна шпиль Видна башня собора И мы по радиусу едем к центру Но сейчас мы опять-таки Так как мы совершаем автомобильные путешествия По уверенному нам городу Мы постараемся опять выехать Через другие ворота И продолжить объезд города Оставайтесь с нами Мы включимся, как только Опять же увидим что-то Примечательное Примечательное Продолжаем нашу экскурсию Мы движемся по Валу вокруг города Город уникален тем Что крепостная стена была сохранена Исторически То есть она не восстанавливалась Как в Ротенбурге На Таубере А именно была сохранена исторически В этом городе О чем может свидетельствовать Например, эти дома Которые прилепились к стене И собственно говоря Никто не может их никуда деть Потому что Люди исторически здесь опять-таки Жили Исторически имели какие-то документы На право владения этими домами Вот И так сказать Продолжают здесь жить У них адрес наверняка Какая-нибудь типа Городская стена Город Нордлинген Стучать три раза Или что-то в этом духе Вот стена восстановлена Вернее как Сохранилась Вокруг стены идет По бывшему Насыпному валу идет Такая прекрасная дорожка Обсаженная вязами Потому что здесь Может быть даже был Когда-то кошмар На этих самых Улиц и вязов Речка струится Непременный Атрибут Древнего города Рукав реки заходит в город И там есть Мельница Которая Наверное Сейчас не действует Но как музей Тем не менее Видимо существует Вот такой вот Исторический город Нордлинген Здесь понятно уже Дачки местных жителей Оказывается Дача это не только Наше российское Стремление А еще и Местные Для немцев Очень понятное Что такое дача Просто называется По-другому Вот И вот еще Свидетельство того Что стена древняя И не была разрушена В стене были проделаны Какие-то проходы Ворота Для выхода В бывший Ров Ограждающий город Преграждающий Врагу Путь к городу В котором Теперь расположены Сады Частные участки Ну и так далее Продолжаем путешествие Оставайтесь с нами Нордлинген Германия Еще хотелось бы Остановиться Вот на какой истории Дело в том Что в Москве Тоже бы могла Быть такой же Насыпной холм И он там был И он там есть Это садовое кольцо Некоторые мысли Наверили То что местные Жители Сейчас прогуливаются По этому холму По этому Значит Валу И устраивают Утренние пробежки Целое семейство Прохаживается Значит По аналогии с этим Можно сказать Что в Москве Тоже есть такое место То где сейчас Находится Бульварное кольцо Это место Бывшего насыпного вала Оборонительного На котором была И стена У кого Которая была стена Которая по приказу Катерины Виновата Не бульварное А виноват Да Бульварное кольцо По приказу Катерины Была разрушена Стена И создано Бульварное кольцо Для прогулок Москвичей Просто отличие Скажем так Москвы От этого города В том что Москва в дальнейшем Стала развиваться дальше Шагнула за границы Своего бульварного кольца И ушла далеко Далеко вперед Что не произошло В этом городе И это Тому обязанно тем Что он сохранился В этом первозданном виде Вот жители прогуливаются Условно говоря По бульварному кольцу Москвы Но в Германии В немецком городе Нордлинген Который сохранился до нас В своем первозданном виде Так удачно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова